Туроператоры готовятся открыть продажу путевок на чемпионат мира по футболу 2018 года, который пройдет в России. Цену, правда, пока не объявляют, но по самым скромным прогнозам, стоимость проживания в гостиницах вырастет в два, а то и три раза. Наш корреспондент Александр Вяткин попробовал подсчитать, в какую сумму жителям Новосибирска вылится поездка на футбольный праздник. Сейчас Александр играет в футбол сам, но мечтает увидеть, как это делают лучшие игроки планеты. Чемпионат мира в России состоится через два года. Упустить возможность посетить футбольное соревнование такого уровня – настоящее преступление, считает Александр. Возможность посмотреть на сборные, за которые мы болели с самого детства. Во-первых, Екатеринбург ближе, и Казань тоже ближе к Новосибирску. Во-вторых, я думаю, там будут более дешевые билеты, потому что туда, возможно, поедет меньше европейцев. Иностранцы в первую очередь поедут в Калининград, Санкт-Петербург и, конечно же, Москву. В этом плане сибирикам повезло. Дешевле всего для новосибирцев посмотреть футбольные матчи в Екатеринбурге. Самым экономным поездка на одну игру обойдется в 20 тысяч рублей. Немного дороже будет ваяж в Казань и Самару. Кстати, чиновники пообещали, что самые дешевые билеты на футбол будут стоить чуть дороже тысячи рублей. В турагентствах собираются организовать прямые поездки из Новосибирска. Главное – не прозевать старт продаж билетов. Он назначен на ноябрь следующего года. Не только посетить матчи, но и посмотреть достопримечательности городов. Они очень богатые, исторические, культурное наследие. Можно для себя почернуть очень многое и одновременно отдохнуть в отличный летний период. А тем, кто за чемпионатом мира будет следить в Новосибирске, футбольную атмосферу обещают создать многочисленные спортбары. В последние годы все больше людей матчи предпочитают смотреть именно так. Подготовкой к первенству планеты стал недавно завершившийся чемпионат Европы. Проходило все очень бурно, так как, собственно говоря, должны проходить спортивные трансляции. Люди не стеснялись выражать эмоции. Все было шумно, весело, красиво. Вот только сборная России разочаровала болельщиков и не показала красивой игры. Наши футболисты в трех матчах не одержали ни одной победы. Нет, момент, удар! Боже ты мой! 0-3! Пока строят стадионы и думают, как организовать чемпионат мира, забыли о самом главном. Российская сборная своими достижениями не блещет, а на подобных площадках воспитать футбольных мастеров просто невозможно. И выступление на чемпионате 2018 года, скорее всего, окажется таким же провальным, как и на прошлом чемпионате Европы. Александр Вяткин, Евгений Макаров, Новосибирские новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова